Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 25 ноября, воскресенье, и мы с Айханом гуляем по Алани, катаемся. Сейчас приехали в район пляжа Клеопатры. Погода теплая. Градусов 18-20, но очень тепло. Вот вы видите, человек за мной идет в футболке. Воскресенье, в общем, хотим сами посмотреть, что у нас происходит на пляже Клеопатры и показать, конечно же, вам. Даже ветер, вот сейчас ветер дует, ветер очень теплый и даже на мопеде... Друзья, мы на пляже Клеопатры сегодня немножко не пасмурно, но чуть-чуть облачно. Как вы видите, все у нас зеленое, сочное, яркое, красивое. И кто-то спрашивал, можно ли купаться. Вот вы видите, люди с полотенчиками в купальниках купаются, загорают и местные, и туристы. Пляжные бары уже закрываются потихоньку на сезон, готовят к земле. Вот таким вот образом они упаковывают лежаки, зонтики и так далее. Ну да, здесь все, что принадлежит пляжному бару, упаковано. А в той стороне мы сейчас пройдем вот на тот пирс и подойдем чуть ближе к морю. И, конечно, попробуем на ощупь, вода горячая или нет. Солнце пригревает. Градусов 20, наверное, есть. И также градусов 20, скорее всего, температура воды. Здесь стоит девушка, скрипачка, которая играет на скрипке. И Айхан. Айхан, привет. Привет. Айхан, как дела у тебя? Нормально. Что делаешь? Видео. Видео? А, друзья, не забывайте, что у нас есть страничка на Фейсбуке, где мы практически, не практически, а каждый день выкладываем по несколько видео из Аланьи, но и, конечно же, из других городов, в которых мы бываем. Поэтому обязательно заходите. Ссылка на страничку в описании к этому видео. Там всегда полезная и интересная информация. Но сейчас давайте спустимся и пройдем вон на тот пирс. Спускаемся на пляж. И сейчас я вам покажу все наши красоты. Ну, как вы видите, пляжи, конечно же, уже убрали. Все свои дорожки деревянные и так далее, как я сказала, они готовятся к зиме. И вот рыбак ловит рыбу. Народ загорает, отдыхает. Конечно же, сейчас не так жарко, как летом. Практически декабрь месяц. Но посмотрите. Люди купаются. Люди загорают, ходят в купальниках. Поэтому погода потрясающая и теплая. Море немного сегодня бушует. Но волны не сильные. Так, пробуем воду на ощупь. Главное, чтобы мне не замочила мои кроссовки. Посмотрите, какая классная чистая вода. Просто супер. Вода теплая. Чуть-чуть прохладная, но не холодная. Купаться еще можно. Я сейчас стою долго на солнце. Когда мы только приехали, мне казалось, что как-то все-таки прохладненько. А вот сейчас, стоя на солнце, я понимаю, что находиться на пляже в купальнике достаточно комфортно. Я, конечно же, хвальду, потому что мы на мопеде, и мы всегда мерзнем, и нам всегда холодно. А можно и купаться, и находиться на пляже. Конечно же, день сейчас у нас короче. Короче. И солнце заходит уже, пол шестого солнца заходит. Поэтому, если вы хотите зимой находиться на пляже, то, конечно же, это с, наверное, часу до четырех. То есть, вот в промежуток между двенадцатью и четырьмя часами, в два часа, в три часа самое яркое и теплое солнце. Поэтому зимой можете находиться в такой промежуток времени на пляже. Ну, здорово, конечно, сейчас. Море спокойное, красивое. И народ купается. Молодцы. Я, конечно же, не рискну. Ну, может быть. Может быть, в декабре. В декабре, в общем, наверное, все-таки рискну на Дома-Аши. А вот Айхан. Он у нас делает сейчас прямой эфир. Кстати, как раз, я думаю, что в нашей группе на Фейсбуке. Еще раз скажу вам, чтобы вы обязательно заходили. Айхан у нас тоже одет тепло, как и я. Да, делает прямой эфир, Айхан. Очень вкусно пахнет морем. Очень вкусно прям соленой, соленой водой. Как вы видите, в ноябре месяце, вот мы здесь уже на пляже где-то минут 20, наверное. И я чувствую, что у меня уже солнце начинает напекать. И как вы понимаете, в ноябре месяце, в начале декабря можно спокойно и совершенно свободно купаться. Очень тепло и классно. И многие спрашивают, также задают вопрос о том, можно ли купаться в апреле месяце и в мае. Если после лета вода сохраняет свое тепло, после жаркого лета, после августа, в сентябре, октябре, в ноябре, очень классно купаться. То, конечно же, за зиму она остывает и в апреле вода не такая теплая, как в сентябре или октябре. Поэтому я помню, одним из прошлых лет мы купались, 1 мая мы купались, вода была еще прохладной, но купаться уже было можно. Поэтому, если вы не боитесь, можете купаться и в январе. Но, конечно же, самая классная вода в сентябре, в октябре месяце. Вот так вот он выглядит, наш пляж Клеопатры. Люди, как вы видите, гуляют, отдыхают, загорают, прогуливаются по пляжу. Ну, в общем, лето, лето продолжается. И тепло, да-да-да, очень-очень тепло. Находиться на пляже, как я уже сказала, свободно можно в купальнике, не замерзнете. И ветер, ветер очень-очень теплый. Пляжное кафе закрыто, потому что, конечно же, не сезон. Но в парке, вот в этом парке поддерживают чистоту и порядок. Покажу вам еще раз море. Здесь народ прогуливается, отдыхает. Кто-то занимается, кто-то едет на велосипеде, кто-то просто ходит, кто-то бегает по утрам. Ну, в общем, здорово. Сейчас мы постепенно двигаемся в сторону центра Аланьи. Интересно, нужно посмотреть в прошлом году, какая была погода в это время. В описании к этому видео оставлю ссылку на видео ноября месяца 2017 года. Интересно, погода была такая же теплая или нет. Ну, а пальмы у нас зеленые, вечно зеленые растения. У нас пальмы, вечно зеленые деревья. На Клеопатре очень классно. От горы начинается Дамлаташ и Клеопатра. И она длится, наверное, километра 3-4 от Дамлаташа до въезда в город. Вот такая вот очень красивая зеленая территория у нас. Здесь есть и водопады, и какие-то лотки, где продают сок. Здесь можно посидеть на лавочках, отдохнуть. Здесь есть небольшой детский парк. Ну, в общем, район Клеопатры и Дамлаташи, если вы приезжаете в Аланью отдыхать, вот именно этот район я бы вам советовала на летний отдых. Потому что здесь, объективно говоря, здесь лучше всего. Вот здесь заканчивается Клеопатра, начинаются отели. И чуть позже мы подъедем к Дамлаташу. И вот здесь мы уже заезжаем на Дамлаташ. Я вам расскажу, почему район Дамлаташа объективно лучший район для отдыха в Аланье. Потому что здесь много отелей. Здесь зеленая территория, здесь хороший пляж. Этот район расположен очень-очень близко к центру. Здесь есть канатная дорога, очень близко ко всем основным историческим достопримечательностям. Очень близко к центру Аланьи, до которого вы можете дойти пешком буквально за 10 минут. В другую сторону вы можете дойти до пляжа Клеопатры тоже минут за 10. Также здесь есть очень классные детские площадки. Вы можете добраться до автовокзала, большого автовокзала Аланьи, пешком или за очень короткое время. Либо до Пятничного рынка, который проходит в Аланьи, где продаются фрукты и овощи. И откуда вы можете отправиться в какой-то другой район Аланьи. Здесь близко расположена крепость, которую можно ходить, изучать годами и удивляться просто всей вот этой исторической красоте. Здесь много спортивных площадок, здесь просто потрясающие закаты. Здесь близко расположены рестораны, магазины, какие-то маленькие маркеты, большие магазины, сетевые маркеты. И, как я уже говорила, детские площадки. Вот одна из самых классных детских площадок, которую мы сейчас проезжаем. Расположена как раз вот здесь. Здесь очень красивая зона для отдыха. Есть фонтаны. Здесь расположены и отели 5 звезд, 4 звезды. А есть и апарт-отели. Вот здесь на первой линии расположены более дорогие отели. Можно арендовать квартиру. А если перейти через улицу 25 метров на другую сторону, можно найти что-то подешевле. Сейчас мы проезжаем мимо канатной дороги. Здесь также расположена улица Мастериц, где можно приобрести и сувениры, и предметы ручной работы, украшения, различные вязаные вещи. Вот здесь расположена канатная дорога. Здесь много ресторанов, где живая музыка. В общем, здесь есть пещера лечебная. В общем, Дамлаташ – это туристический трамвайчик. В общем, Дамлаташ – это потрясающее место. Здесь большие парки, здесь очень много зелени. И даже жарким летом вам не будет так жарко, потому что вы сможете остудиться в тени деревьев. Ну и, конечно же, огромное количество магазинчиков. Здесь расположен археологический музей. И пройдя по этой улице, кстати, друзья, апельсины, посмотрите, начали не цвести уже, а уже плодоносят декоративные апельсины. И пройдя вот по этой улочке, вы можете дойти до центра Алании. Также на Дамлаташе расположен туристический информационный центр, где вы можете получить карты, брошюры, открытки, всю самую важную и полезную информацию о путешествиях по Алании и по Турции. Ссылку оставлю в описании на туристический центр, поэтому обязательно заходите и пользуйтесь его услугами. Он расположен прямо по дороге, прямо напротив археологического музея и напротив по дороге к пещере Дамлаташ. В описании также ссылка на канатную дорогу. Сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Апельсины поспели. Но, конечно же, эти апельсины никто кушать не будет, потому что это декоративные, и они растут везде, везде, везде в Алании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова